всем привет дорогие нажиманы сегодня наверное будет самый быстрый самый скоротечный обзор из тех которые есть у меня на канале потому что представлены в этом обзоре нож обладает исключительно хорошим качеством изготовления довольно необычным вырвеглазным дизайном и не обладает никакой утилитарной ценности речь сегодня пойдет о реплике или о клоне ножа десептикон 2 за дизайном канэгена от китайской компании сам е и так собственно что из себя представляет нож но представляет он из себя вот такой вот хитросплетение титана и и клинка из стали d2 хитросплетение действительно довольно хитрая причем не обращайте внимание на цветовое исполнение этого ножа а может быть наоборот обратите внимание дело в том что нож слегка от кастомайзинг владельцем владелец ножа является ювелиром увлекается кастомайзингом ножа и с удовольствием примет заказы на различный кастомайзинг ваших ножей поэтому контакты я оставляю в описании к этому видео будет профиль на вконтакте можете к человечку обратиться и может быть он что-нибудь для вас сотворит в общем хитрая титановое переплетение хитрых титановых плашек титановый бэкспейсер который является одновременно и темлячным отверстием жестко очень жестко очень мощно сейчас возьму другим пальцем тут у меня порезан титановая клипса которая еле-еле позволяет одеть этот нож на карман титановый фрейм все-таки это скорее всего фрейм лог за сухари но остальным сухариком отличная подгонка отличная сборка отличный флип ножи от этой компашки я держал в руках есть у меня даже обзор одного ножа на кармане то есть в плане качества в плане сборки и подгонки никаких претензий к произведениям этой китайской компании или этого китайского человека есть и такое мнение никаких претензий не возникает довольно интересная конструкция смотрите клинка вернее упорного штифта он вставлен в клинок скользит внутри даже не совсем внутри кое-где даже снаружи плашек вот таким образом и потом и потом упирается в специально предназначенные для этого места что в общем-то меня возмутило в этом ножа это абсолютно утилитарная непригодность никак я его как не пытался не лег он мне в руку может быть просто у меня рука такая мешаются мне вот эти вот углы на рукояти как его не возьми больно они мне упираются в указательный палец но только вот так вот по-дурацки как-то можно этот нож взять чтобы не было не ощущать дискомфорта а так здесь многочисленные просто под пальцевые выемки раз два три вот раз два три хоть вот так возьми упираешься в эти уголки хоть вот так возьми упираешься в эти уголки в общем в общем неприятное ощущение вызывает у меня нож в руке хотя избавь его от этого хитрого переплетения и дай ему хорошее сведение и он будет в утилитарном плане очень неплохо так довольно толстовато сведен нож довольно неплохой режущей геометрии 08 сведения до именно такую 08 сведения у этого хитрого хитро изогнутого я бы даже сказал клинка поэтому впечатление от ножа у меня такие впечатления у меня следующий если у вас есть свободное место на полке если у вас есть свободные деньги то можно купить пощелкать и бросить на полку наверное это же можно высказывание отнести и к оригиналу а если свободных денег нет и вся полка занятой или нет у вас полки для таких ножей то наверное стоит пройти мимо а вот такие вот впечатления об этом чудного там ножи у меня такие короткие но емкие на этом пожалуй все дорогие друзья всем спасибо за внимание всем удачи всем пока